Добрый вечер, уважаемые телезрители! В эфире программа «Горячая линия» как всегда по средам. С вами Андрей Острев, и мы сегодня опять говорим с муниципальной властью. Сегодня мы решили затронуть тему молодежи, потому что мы с вами, кто следит за нашими программами, мы очень много говорили с руководителями разного подразделения, в том числе с мэром города, о том, какие планы ждут нас в разных управлениях, в разных направлениях. И вот мы как-то обошли вниманием молодежную тематику. А у нас есть о чем поговорить, и сегодня у нас в гостях начальник управления молодежи, семьи и детей, Олег Соколик. Добрый вечер, Олег. Олег, давайте вот с чего начнем. Начнем, наверное, с самого главного, важного и обсуждаемого очень долгое время. Это структурные изменения. Ну, наверное, город помнит о том, что была там увеличена численность. Александр Сенкевич в прошлой программе объяснял, для чего это происходит, и, собственно, зрители уже немного в курсе. Какие изменения ждут ваше управление, и что это в результате даст? И, собственно говоря, мы до программы с вами когда говорили, вы говорили, что это мы первые первенцы. Вот в чем мы первенцы, собственно, вам слово. Безусловно, как все знают, процесс принятия структуры был очень небыстрым. Этот вопрос где-то около года был, активно обсуждался. И когда уже в конце прошлого года, в декабре, мы подошли к такой заключительной фазе и рассмотрели большое количество разных вариантов и комбинации развития, как могло бы быть с молодежью, мы пришли к такому вот интересному варианту, который не имеет аналогов в нашей стране, как минимум ни в одном областном центре. Мы проводили такое небольшое исследование. У нас сейчас и на данный момент еще управление называется семьей, детей и молодежи с определенным функционалом социального направления. Ну, например, как оздоровление. У нас в прошлом году была очень хорошая масштабная результативная кампания. В итоге, проанализировав, что у нас есть где-то накладки по функциям, задвоение, дубляж с другими подразделениями, было принято решение, что социальную часть этой работы с нашего управления снимают. И она будет перераспределена между департаментом судзащиты, службой по делам детей, для того, чтобы мы где-то избежали затрат по времени на дублирование друг друга. И мы идем на расширение работы с молодежью. То есть, во-первых, как и в количестве штатных единиц. В принципе, если в управлении сейчас есть семь человек, то таких и останется семь. Просто у нас добавится еще один отдел, который профильно будет работать с молодежью. Если мы говорим о молодежи города, это порядка 130 тысяч человек. То есть, очень немало. Очень немало, да. И когда у нас три человека профильно за это отвечало, согласитесь, что каждому из них взять по 40 тысяч на каждого, ну, фактически нереально. Это невозможно. Ну, почти как Моисей. Да, поэтому у нас будет реорганизация. Она фактически вступит в силу, я думаю, месяца через два. Это будет у нас управление молодежной политики. Один отдел, который у нас по работе с институтами гражданского общества, он так и останется. В том же формате и добавится еще отдел международного молодежного сотрудничества. Мы считаем, что это очень важная и перспективная тема, потому что мы все говорим о Европе, ну, как минимум, да, но не всегда представляем, какая она на самом деле. Если мы хотим развивать наш город, нашу страну, то нам, безусловно, нужно перенимать лучшие практики даже ближайших стран. Поэтому мы хотим, чтобы у нас в городе было как можно больше программ мобильности, обмена, для того, чтобы наши ребята ехали не плитку в Польшу уложить, да, ехали получать образование и возвращались в Николаев для того, чтобы реализовывать себя в этом городе и в этой стране. Ну, вот тут как раз мы подходим к вопросу патриотического воспитания молодежи, как украинцев. И, собственно говоря, это понятно, что это на государственном уровне. А будет ли что-то делать городские власти в этом направлении? Я бы, наверное, знаете, сказал, это не патриотическое воспитание, сейчас немножко эта тема, так её везде используют, да, я бы так называл гражданская сознательность. Да, ну, да, это вся идея любовь к родине. Когда, знаете, быть, там, не стыдно, как раньше говорили, там, быть украинцем, да, что есть у людей желание развивать свой город, да, не говорить, что у нас всё пропало, при этом делать, там, выбрасывать мусор мимо урны, говорить, что город грязный, да. Чтобы люди в этом городе, в том числе начинать лучше с молодёжи, они были сознательны. И я могу сказать, что мы проводим уже достаточно давно системную работу в этом направлении. О результатах в краткосрочной перспективе сложно говорить, да, это больше, наверное, такую среднесрочную и долгосрочную перспективу работы. Мы берём молодых ребят, да, ну, в основном, самая главная аудитория, это, например, старшие школьники и студенты, да, которые мобильны, активны, заинтересованы в какой-то гражданской активности. Мы используем институты гражданского общества в плане сотрудничества, да, и предоставляем им определённые формы, в которых мы можем быть полезны друг другу, да, это организационная помощь, это и финансовая помощь, поддержка на их деятельности, мероприятия, потому что есть важный такой вот показатель, это процент включённости молодёжи в общественную активность в целом. Ну, например, у нас по стране, по прошлогодним замерам, показатель составляет порядка 6% по стране и 8% по Николаю, чуть-чуть выше, чем средний показатель. Но если мы посмотрим на Европу, например, там, ближайшие страны, Польша, 20%, и чем дальше на Запад, тем этот показатель выше до 60%. То есть это разные формы, это и волонтёрство, которое достаточно популярно, да, это и различные образовательные проекты, это и те программы мобильности, которых нам крайне не хватает сейчас. Ну, а как Вы считаете, а в чём причина такой вот низкого участия молодёжи в жизни? Да, вот я долго, ну, как бы работаю уже два года в этой сфере, могу сказать, что анализировал для себя. Раньше была в советском время, понятная система организации, да, была чёткая вертикаль, комсомол, всё было просто. Пионеры, комсомольцы, да. Судить, хорошая она или плохая, но она была рабочая. Сто процентов эта система работала. После того, как её не стало, другую никто не создал, да. И мы получили такое потерянное поколение, да. Сейчас, да, идёт поколение, которое, ну, уже другое, можно сказать, начинается, но есть тот вот пробел, который нужно восполнять. Здесь другая концепция, да, концепция конкуренции, концепция институтов гражданского общества, да, это вот такой четвёртый там или какой ещё ветки власти, который, как мы видим, в последнее время может реально влиять на власть, на процессы принятия решений. Но к этому тоже нужно прийти, оно откуда не возьмётся. То есть без деятельности люди никогда не придут к ним. Поэтому мы проводим уже поквартально, вот в течение того времени, как я работаю в городском совете, проводим конкурс проектов, программы молодёжных организаций. В принципе, учитывая, что мы в городе, мы ещё, ну, подразделения проводим, такую практику берём, то к нам приходят не только и всегда с молодёжными инициативами, да, мы думаем, как их адаптировать к молодёжи. Ну, то есть люди никогда не придут ни в одну общественную организацию, ни в один фонд, если там нет деятельности. Если это просто документы, которых у нас, если я не ошибаюсь, в городе больше тысячи зарегистрированных. Тысяча шестьсот или тысяча восемьсот двадцать. Людей, у которых есть документы на общественные организации, очень много, но реально действующих. И в городе их можно назвать, ну, не больше двадцати, может, тридцать, да, которые ещё только начинающие. Но документов у людей много. Поэтому мы готовы поддерживать молодёжи, мы готовы финансово поддержать, мы готовы поддержать организационно. Потому что мы понимаем, что четыре человека и даже семь человек, и десять никогда не охватят 120 тысяч, 130 тысяч молодых людей. Поэтому нам нужны, словно говоря, контрагенты, которые будут реализовывать эти цели, задачи. Давайте, в принципе, о проектах ваших и поговорим. Потому что, ну, собственно говоря, у нас была уже программа с вами, где мы говорили об этих проектах. Давайте вот сначала о результатах, что было проведено за прошлый год, и что вот вы планируете, какие конкурсы объявили, как в этом задействуют молодёжь, и, собственно говоря, как это скажется на награжение в целом. Так, ну, давайте сначала. Первый, некоторые процедурные моменты, да, то есть мы объявляем, стараемся максимально информировать через средства массовой информации, социальные сети о том, какие условия даём, ссылки на различные аппликационные формы. Но на самом деле всё выглядит очень просто. Есть форма проекта, которую нужно заполнить, есть перечень необходимых копий документов, ну, свидетельство о регистрации, устав организации, ничего в этом сложного нет. Есть программа «Наша молодёжь», которая принята на уровне городского совета, ссылаясь на которую проходит этот конкурс, тоже есть ссылка, всё можно посмотреть, приоритеты программы простые и понятные, интеллектуальное развитие, общественная активность молодёжи. Всё достаточно просто и, в принципе, легко адаптируемо к проектам и к инициативам. Нам общественные организации подают эти проекты в управление, мы несколько дней берём на обработку этой информации, у нас есть комиссия, которая утверждена, в которую ходят и депутаты городского совета, и такие бывалые общественные деятели нашего города, поэтому мы можем рассмотреть, я всегда это делаем открыто и приглашаем средства массовой информации, также других общественных активистов, заинтересованных в этом вопросе, и представители вашей компании тоже не один раз были гостями на наших заседаниях, то есть комиссия достаточно публично, прозрачно рассматривает проекты, даёт свои результаты, да, не все проекты поддерживаются, потому что, во-первых, нужно понять, что это конкурс, наши финансовые возможности всегда меньше, чем запросы организации, но конкуренция – это хорошо, потому что конкуренция толкает качество этот процесс. Всё, ребята получают к нам письменные письма о том, что их проект поддержан или не поддержан, и мы приступаем к фактической реализации этих мероприятий. Если мы возьмём прошлый год, я могу сказать, что прошлый год у нас был приличным по показателям, даже по финансовым показателям, да, если мы за год, потому что мы получили 844 тысячи на молодёжные проекты, после 2015 года это было 488, то есть рост там практически в два раза, мы выросли по деньгам, но, знаете, получать финансирование – это хорошо, при этом нужно понимать, как его рационально использовать, просто налево-направо раздавать деньги – это тоже неправильно. Поэтому мы такую систему конкуренции поддерживаем. Во-первых, у нас, конечно же, выросло и количество мероприятий, которые мы поддержали по конкурсу. В прошлом году это было 55 или 56 мероприятий, которые были поддержаны по конкурсу. Я думаю, были среди них и хорошие, причём они были разные, что мне нравится. Я, конечно, всегда сторонник образовательных мероприятий. Вот, например, делали ребята, такой проект был «Дебатная школа по судебной модели». Моя детская мечта – быть юристом, которая не воплотилась в реальность. Но мне было интересно по специалисту на мероприятиях, то есть это было такое игровое обучение, вот практика как в виде судебного заседания, как ребята себя реализуют. Например, другой пример. При этом нужно понимать, что в городе где-то нужно тусить, что-то нужно как-то участвовать в чём-то. Для более пожилых наших зрителей слово «тусить» – это обозначает просто находиться где-то в тепле, светлее, в безопасности. Да, общаться со своими сверстниками. То есть нужны мероприятия, которые будут интересны посещать или участвовать в них. Например, есть такой танцевальный клуб «Слайс» в городе. Все его, я думаю, знают. Уже много лет ребята делают крутые мероприятия. Вместе с ними в прошлом году сделали и фреш-мастерс, и фестиваль DMS – Dance Music Sport. То есть такой фестиваль уличной культуры, танцевальный, спортивный, в котором в каждом из мероприятий приняло более пяти сотен ребят участия. Я думаю, это была хорошая как и практика для них, так и для нас, посмотреть на то, какой реально потенциал у нас есть у города. Но, знаете, вот говоря об этом, мы приходим к какой-то определенной другой проблеме. Хорошо, мы отладили работу конкурсной комиссии, у нас есть, мы понимаем, как это делать, то есть все нормально, мы растем по финансированию. Что важно, вот когда на сессии в декабре мы вносили изменения в нашу программу «Профильную молодь» и во время моего представления этих изменений один из депутатов, Владислав Йентин, выступил с предложением о том, что реально на молодежную сферу выделяется не так много денег, как бы нам бы на это нужно было, и предложил добавить еще полмиллиона гривен на поддержку молодежных инициатив. Депутаты поддержали, мы внесли эти изменения, и по перераспределению бюджета по полугодню нам еще дополнительно будут выделены, я рассчитываю все-таки, что они будут выделены, эти полмиллиона гривен. Если так будет сделано, то мы сделаем реально существенный шаг вперед по финансированию. Вот теперь у нас есть финансирование, теперь нам нужно умно с ним распоряжаться. При том, что мы реально увеличили количество партнеров, организаций, которые работают с органами местного самоуправления в лице управления семьи и молодежи, мы понимаем, что есть проблема, что молодежи нужны места силы, где бы они могли спокойно общаться, спокойно коммуницировать. И, например, некоторые люди говорят, например, это управление. Но, к сожалению, управление – это рабочий орган, и у нас есть определенный режим работы, определенные задачи. И стать местом тусовки для нас – это физически невозможно, у нас нет таких организационных возможностей. Мы подходим к той задаче, которую мы планируем решить в этом году, это амбициозный проект, это создание молодежного центра. Называться он может как-то по-другому, но идея такая, как молодежный центр. То место, это, например, в формате коммунального учреждения, где бы молодые люди могли и в вечернее время проводить свое время, встречаться с такими же молодыми интересными людьми, коммуницировать и создавать такую горизонтальную коммуникацию между собой. Вот тут у меня возникает вопрос, я думаю, у наших зрителей тоже возникнет. Был-то подобный проект, по-моему, Виталий Воронов его пытался осуществить, закончилось это каким-то скандалом вокруг коммунального здания, в результате его там куда-то забирали, это был тоже молодежный центр. Вы анализировали, почему провалился этот проект? Насколько я понимаю и знаю эту историю, я, может, всех деталей не знаю, то это помещение было в аренде у общественной организации какое-то время. То есть, это договор ежегодно продлевался, то есть, по одной гривне вроде было в аренде. Дальше там какая-то конфликтная ситуация возникла, и что-то с этим помещением пошло не так, и в итоге нет этого молодежного центра сейчас. Насколько я знаю, это для наших зрителей маленькая справочка, я немного интересовался происходящим, туда действительно молодежь приходила, там было достаточно чисто, тепло и уютно, и, собственно, насколько я знаю, там проводились интеллектуальные игры разного формата. Я учился в университете в то время. Абсолютно верно, да. Вот и вы, наверное, тоже их посещали в то время. И, собственно говоря, когда это все дело закрылось, очень многие были, вот среди молодежи, очень разочарованы, потому что молодежь пытается, ну, не хочет интеллектуально расти. Я напомню, что у нас в одном из интеллектуальных направлений и в сфере IT мы на первом месте, но, правда, в плохом рейтинге. Я вам приведу еще один пример. Вот когда к нам ребята приходят на конкурсы, подают, ну, вот мы смотрим бюджет, да, это одна из основных наших задач, сделать его максимально объективным. Одна из статей затрат является аренда каких-либо помещений, например, да, там, какого-то конференциала, для каких-то семинаров, да. Не скажу, что там космические деньги, но это деньги. Например, имея молодежный центр, и одно из помещений, которого было бы приспособлено для проведения мероприятий, там, на группу в 40-50 человек, может, 30 хотя бы, да, мы бы избежали, как минимум, этих затрат уже. Создавая вот такие места для коммуникации, знаете, их сложно, когда коммуникация идет через организацию, через управление к организации, когда нам, ну, вот мы выполняем функцию клея, да, связывая их между собой. То есть, если бы была возможность, место, где бы они коммуницировали, коворкинг, да, по-разному оно может называться, но для всех понятно, когда я говорю, это молодежный центр. Я думаю, это было бы, это для нас задача номер один на этот год. Такой дедлайн у меня 31 декабря по этой задаче. Посмотрим, как скоро удастся это реализовать. Я рассчитываю на поддержку депутатского корпуса в этом вопросе, потому что, ну, знаете, мы говорим о том, что мы поддерживаем молодежь, что молодежь – наше будущее. Ну, вот на данный момент это точная цифра в структуре бюджета, городского совета, программа молодежи, о которой я говорю, по которой работает управление, это 0,22%. Да, у нас нет капитальных расходов, я понимаю, что там у нас нет строительства, поэтому сумма не такая большая, но если мы говорим о каких-то там финансированиях, там, несколько сотен тысяч дополнительных, я думаю, это вполне реальные деньги, реальный ресурс в условиях децентрализации и тех возможностей, которые есть сейчас. Давайте вот о чем еще поговорим. Среди прочего, вы сказали о том, что вы планируете международное сотрудничество. Международное сотрудничество очень многих людей, скажем, очень многих жителей нашего города в частности, пугает тем, что они считают, что любое международное сотрудничество, грубо говоря, забирает у нас молодые мозги и везет их учиться где-то и каким-то образом пытается перетянуть, скажем, в более развитые страны, где хочет жить молодежь. Давайте вот, в чем будет заключаться это сотрудничество, с кем вы планируете его заключать и что это принесет в результате? Ну да, действительно, соглашусь в том, что есть проблема только молодых людей, как миграция внутри страны, так и миграция в другие страны. Если так немножко в историю, всегда миграция была от меньших городов к большим. Естественно, что молодые люди хотят лучших возможностей и пробуют себя в больших городах этой страны или в соседних странах. Но, естественно, в последнее время, например, наши соседи-поляки очень активизировались, много образовательных программ, бесплатных для наших студентов, с возможностью остаться. Понятно, что если человек поедет в Польшу, поживет там 5-6 лет, поучится, получит их диплом, как-то за это время обустроится, 100% ему возвращаться сюда особо не захочется. Я так думаю. Наша задача, она для начала очень простая. Я не говорю, что каждый молодой николаевец поедет в Прибалтику, в Польшу или в другие страны, например, Европу для начала. Первая задача, которую мы ставим, это наладить контакты, как минимум подготовить нормативную базу, для того, чтобы мы могли сотрудничать. За образец возьмем министерскую модель работы с Польшей, но мы в первую очередь начинаем наш путь с города Вильнюс. И уже буквально час назад до эфира я получил подтверждение, что к нам 21 числа, как мы приглашали, приезжают руководители управления молодежной политики или, может, оно немного по-другому называется. Города Вильнюса. Города Вильнюса, да. Здесь у нас состоится встреча, несколько мероприятий, и я думаю, что в перспективе после этой встречи мы выйдем на межгородское сотрудничество, и одно из которых элементов будет это именно молодежный обмен. Теперь конкретно, что мы будем делать. То есть это двусторонние программы, которые, я думаю, мы будем делать на какой-то основе софинансирования по обмену наших сегментов, чтобы наши молодые ребята, возможно, даже молодые госслужащие, предположим, в таких сегментах, смотрели, как работают их органы местного управления, как у них обустроена работа с молодыми людьми, как у них в целом обустроена вся система организации, для того, чтобы потом те практики, которые есть, то есть они возвращаются сюда, они едут там, условно говоря, на год, они, может, на какой-то более короткий период времени, приезжают сюда, и чтобы они могли реализовывать это здесь. Потому что мы говорим о Европе, но мы не всегда представляем. То есть видеть иную работу, скажем, не так, как мы привыкли. Да, потому что, знаете, мы очень часто говорим, ну так было всегда, какая-то сила традиций. Но на самом деле время меняется, динамика совсем другая, то есть развитие, и я думаю, что уже нужно немножко искать по-другому. То есть всегда говорить, как было раньше, это не всегда правильно, нужно смотреть, ничего в этом, я считаю, страшного нет, если мы посмотрим, как делают другие, и возьмем это за основу, но если сами не можем придумать, давайте хотя бы подсмотрим за другими. Да, но еще Шевченко сказал, и чужому, но в чате, если своего рода сурает. Да, ничего в этом такого страшного нет, я не думаю, что нужно стирать какие-то границы, жить, понимать, как живет мир, мобильность молодежи. Например, в Евросоюзе, у них есть одна из харти, которая касается молодежи. Мобильность молодежи, это второй, да, или второй приоритет из трех в развитии молодежи. То есть что они делают? Есть программа сшивания Европы. Ну, например, Европа же тоже неоднородная, да, есть, например, Франция, которая давно в Евросоюзе, и какая-нибудь Румыния, которая не так давно в Евросоюзе. Абсолютно разные страны, с разным доходом, с разной культурой, менталитетом, но одна еврозона. То есть они берут программы, да, волонтерские, когда там человек с Румынии едет во Францию, и для того, чтобы эта Европа там со временем становилась однородной. Если мы интегрируемся в Европу, нам нужно быть готовыми, потому что может там через не такое короткое время или какое-то другое мы придем туда, мы должны быть ментально готовы, мы должны уметь думать как европейцы и жить как европейцы. Ну да, чтобы у нас не было эффекта, когда бывших жителей СССР видят во всех странах мира, особенно туристов, что очень потом стыдно смотреть на Ютубе, видеоролики. Разная ситуация. Да. Хорошо, какие программы ждут нас в следующем году? Вот мы как-то остановились о свершениях и все-таки какие направления вы планируете сделать акценты и на что стоит обратить людям, которые готовят такие проекты? Ну все знают мою маленькую слабость к образовательным проектам. Я всегда считаю, что, во-первых, они всегда дешевле, для них меньше денег нужно. Но при этом я считаю, что неформальное образование, вот если об этом говорить, да, мы все ходили в школу или в университет или кто-то еще ходит, получаем второе, третье образование, но есть такая штука, как вот skills, life hacks, то, что мы приобретаем уже по ходу нашей жизни. Я могу сказать по себе субъективно, когда я учился в университете, я получил диплом, при этом мы занимались в том же молодежном центре активной деятельностью, семинары, тренинги и много знаний, которыми я пользуюсь сейчас, которые мне пригодились и может еще не пригодились, я получил именно там. То есть, если мы возьмем выпускника университета, человек, который учится, учится даже хорошо, получает там красный диплом. Есть человек, который учится тоже там нормально, но при этом он участник большого количества мероприятий, конференций, форумов и у него есть неформальное образование, то, что вне университетской программы. То есть, когда эти люди заканчивают университет, конкурентная позиция у них абсолютно разная. То есть, этот человек, ниже оценки, он имеет лучше стартовые позиции, он лучше ориентируется в системе, в жизни. Если я вас правильно понял, то речь идет как раз о прикладных навыках использования знаний, полученных в том же университете. Например, я заканчивал политологию и в университете никогда не было никакой практики в этом направлении. Но где-то используя какое-то участие в каких-то мероприятиях, получаешь практики намного больше, чем... Участие в выборах, например. И это тоже очень хороший опыт. Да, я напомню, Олег Соколик когда-то баллотировался в 2014 году баллотировался на мэра города. Да, хороший опыт. Да. Как это все будет выглядеть? Ну вот если пока мы говорим без управления, вот на том уровне, который есть сейчас. Это вот... У меня к вам тогда вот такой вопрос. Вот управление молодежи и управление образованием. Вы каким-то... Есть какая-то общая идеология? Или все-таки вы пока самоорганизовываетесь отдельно друг от друга? Я могу сказать, что управление образованием делает очень большую работу в плане... То есть это более ста, если я понимаю, учреждений, садики, школы, в которых все жители города в какое-то время были клиентами этой сферы услуг образовательной. То могу сказать, что там формальное образование. Мы же в плане уходим больше на молодежную активность, мобильность и неформальное образование. То есть то, что выходит за рамки школьного образования. Если честно, основная наша аудитория это в принципе студенты. То есть это уже даже не школьники. Это самое основное. 17 лет, 22-23 года. Это самая основная такая молодежно-активная аудитория. Поэтому немножко те знания, которые даются в школах наших, они уже ближе, мы, может, ближе к университетской жизни, к органам студенческого самоуправления. Это уже больше наш профиль. И мне еще к вам вопрос. Если вспомнить историю Николаевской области, когда-то было такие очень хорошие мероприятия во времена, когда был губернатор Садыков, проводились очень большие фесты, молодежные фесты, которые с привлечением звезд, то есть это было действительно очень масштабное мероприятие, которое объединяли молодежь по разным направлениям. Что-то, наверное, в стиле студенческой республики, но просто более узкого формата. есть ли у вас планы создания чего-то такого, чтобы город привлекал не только молодежь Николаевскую, но и стягивать с других городов? Здесь хороший вопрос. Я слышал тоже в этих мероприятиях, к сожалению, лично не участвую. Наверное, я в школу ходил, когда это было, но действительно, вы привели хороший пример, что студенческая республика это очень близкий проект по формату. Там есть такой момент конкуренции, борьбы. И, например, когда я участвовал в студенческой республике 2010 года, точно, 2010 года, то, знаете, этот момент конкуренции, он даже был где-то определяющий. Параллельно есть какие-то семинары, то есть ты должен расти по игре, получать какие-то баллы, продвигаться дальше, но при этом еще конкурировать на политическом поприще. Мы тогда с моей командой единомышленников победили на уровне города и поехали на всеукраинский. Как-то тоже победили тогда еще на всеукраинском этапе. Это был такой прорыв для Николаева 15 или 13 лет до этого не было у нас никогда. Будет нас что-то ждать от вашего управления? Ну, 100% я могу сказать, что будет в студенческой республике и мы обязательно ее будем поддерживать, потому что это же такой брендовый проект во всей стране, который мы поддерживаем. Вот если взять в прошлом году, то если мы говорим в формате Николаевской молодежи было интересное мероприятие, называлась она такая конференция ActiveMK. То есть это пятидневное мероприятие, которое состоит из различных маленьких мероприятий, в котором такие вот образования, знания, как раз это было в начале сентября, когда у нас приехало много новых студентов в город, ребят, которые из другого города или с области Николаевской, которые еще где-то может не совсем ориентировались. Для того, чтобы привлечь к какой-то активной деятельности, мы вот такие мероприятия поддерживаем. Что ж, спасибо, к сожалению, наше время подошло к концу, спасибо за интересную беседу, а для зрителей я хочу сказать, что самое главное ваши дети получают от вас. Не оставляйте их наедине с улицей, наедине с собственным получением знаний, прислушивайтесь к тем проектам, которые идут, заинтересовывайте своих детей, мы вместе тогда построим ту страну, которой мы будем гордиться. А я спрощаюсь с вами до следующей среды, мы встретимся с вами в среду, опять будем говорить с муниципальной властью о том, что касается каждого Николаевца и, наверное, области в целом. Спасибо, до свидания. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин